Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно сэкономить на использовании минеральных удобрений и как это сделать правильно. Минеральные удобрения являются высокоэффективным способом обеспечения растений всеми необходимыми питательными веществами. Конечно, можно до бесконечности думать, что можно использовать натуральное плодородие почвы, вести паразитическое земледелие, хотя некоторые называют его природным земледелием, не компенсируя плодородие почвы внесением туда необходимых веществ. Конечно, внесение органического вещества в почву как компенсация выноса питательных элементов растениями является наилучшим способом, однако интенсивное получение урожаев возможно лишь при применении минеральных удобрений. Среди способов внесения минеральных удобрений имеются два основных. Это сплошное внесение, когда удобрения разбрасываются по поверхности участка равномерно. И второе – это луночное или непосредственное внесение в место посева или посадки семян и растений. В этом случае удобрения могут вноситься при посеве семян непосредственно в рядки или лунки и даже одновременно с посевом семян. Однако этот способ имеет некоторые ограничения, связанные они с тем, что высокие концентрации удобрений оказывают негативное и повреждающее воздействие на всходы. Среди азотных удобрений, которые мы чаще всего используем на участках, мы используем селитры, ну чаще всего аммиачную селитру, потому что она содержит азот в двух формах – аммонийный и нитратный, а также мочевину. Во всех случаях, практически во всех случаях, мочевина является наиболее благоприятным минеральным удобрением для использования в личных подсобных хозяйствах. Дело в том, что мочевина при правильном ее внесении не подкисляет почву. Несмотря на то, что мочевина легко растворяется в воде, она достаточно сложно выносится из почвы, из корня обитаемого слоя в более глубокие слои. Тем самым она остается доступна для растений, а также не вызывает занетрачивание колодезной воды. Это очень важно. Кроме того, мочевина немножко даже подщелачивает кислые почвы в том случае, если она вносится в небольших дозах. При всем том, у мочевины имеются и некоторые темные стороны, некоторые ограничения по ее использованию. Во-первых, мочевина должна вноситься в почву немного заблаговременно. Почему? Потому что при ее производстве, при грануляции, в мочевине накапливается до 3% биурета, а биурет является достаточно токсичным для растений и веществом. Кроме того, непосредственно мочевина корнями растений не усваивается, она должна пройти биологический цикл превращения. В этой связи необходимо ее вносить только в случае, когда почвы прогреются до температуры хотя бы 10, а лучше 15 градусов. Если вы внесете мочевину раньше, в сухом виде или в виде растворов, она, конечно, не покинет почву, но она просто-напросто не будет работать. Кроме того, для того, чтобы мочевина биологически преобразовалась, микробно преобразовалась в доступное растениям соединение, в этом случае необходимо, чтобы почва была богата целым каскадом необходимых бактерий. Если почвы бедны органическим веществом, то имеются затруднения превращения мочевины в доступное растениям формы азота. Поэтому одновременно с мочевиной очень полезно вносить компосты, навозы, помет и прочее органическое вещество, которое будет поддерживать микробиом почвы в нормальном состоянии. На щелочных почвах мочевина оказывает наибольшее повреждающее воздействие на растения. Поэтому, если вы провели известкование почв, в этом случае, в последующий год, если вы осенью это делали, а уж тем более весной, от использования мочевины лучше воздержаться. Аналогичная рекомендация касается случаев, когда вы регулярно вносите залу в почву. И уж тем более недопустимо вносить аммонийные удобрения, даже аммиачную селитру и сульфат аммония, а также и мочевину одновременно с залой. Это связано с тем, что в щелочной среде и аммонийные удобрения, и мочевина начинают активно выделять аммиак. Аммиак, высокие его концентрации, губительны для растений. Если растения обладают мочковатой корневой системой, такие как, например, огурец или пикированный томат, когда мы специально делаем корневую систему мочковатой, или капуста и другие растения, но отмирание какой-то части корней не приведет к гибели всего растения. Если же вы имеете дело со свеклой или с морковью, когда у них имеется один главный корень, который нам впоследствии даст продукцию, то же самое касается редьки, редиса, дайкона и других корнеплодных овощей. В этом случае внесение мочевины одновременно с залой или известкованием может нести фатальные последствия. Корнеплоды свеклы могут не образоваться вовсе, а если образуются, будут неправильные формы, корявые, некрасивые, невкусные. Морковь может крутиться, может образовываться несколько корнеплодов на одном растении, она может делиться. Это связано с отмиранием корня и образованием дополнительных корней, из каждого из которых образуется корнеплод. Могут быть волосатые корнеплоды и так далее. То есть мочевину надо использовать с умом. Как же использовать такой ценный источник азота, как мочевину, в случае луночного внесения? Ведь, как я уже сказал, для превращения мочевины в питательные вещества для растений, а также для удаления биурета, необходимо, чтобы прошло по крайней мере 2-3 недели. Оказывается, во всех случаях негативное влияние мочевины, и в том числе при луночном внесении, в том числе в щелочных почвах, можно избежать при смешивании мочевины с таким удобрением, как калий серно-кислый. Это достаточно распространенное калийное удобрение, которое мы очень часто используем и рекомендуем. Во всех случаях недостатка калия у растений, оно обладает нейтральной реакцией. И вот оказалось, что одновременное внесение в лунку смеси мочевины и калийного удобрения калия серно-кислого существенно снижает вплоть до полного отсутствия какого-либо отрицательного эффекта от внесения мочевины. И это не только просто снятие высокой концентрации мочевины, даже снимается повреждающее действие мочевины, когда корешок непосредственно контактирует с той крупочкой мочевины, вот с теми гранулами мочевины, которые мы в сухом виде вносим в почву. Таким же свойством обладает и простой суперфосфат. Его тоже очень хорошо вносить в рядки вместе с посевом семян для того, чтобы снять повреждающее действие мочевины. Что касается аммиачной селитры, может кто-то подумать, ну хорошо, не мочевина, пусть будет аммиачная селитра. Надо помнить, что все селитры очень сильно закисляют почву. И поэтому внесение вот такое локальное является нежелательным. Для аммиачной селитры они локально закислят почву и создадут неблагоприятные условия для развития растений. То же самое касается и сульфата аммония. Его вот в луночки вносить в рядки очень, ну не очень хорошо, потому что кроме того, что оно является физиологически кислым удобрением, оно также является и химически кислым. А как я уже сказал, нейтрализация золой или же какими-то известковыми материалами и аммиачной селитры и сульфата аммония является нежелательным, поскольку приведет к резкому увеличению выброса аммиака, потере азота и токсическому шоку у проростков. Как же быть с биуретом? Как же ему дать возможность разложиться? И как быть с биологическим превращением мочевины в доступные растения и вещества? Все очень просто. Внесение сернокислого калия полностью снимает отрицательное воздействие биурета на растения и на почвенную микрофлору. Биурет разрушается очень-очень быстро. Что же касается биологического превращения, то мы можем ускорить только этот процесс внесением органического удобрения, как я уже сказал. Ну и надо помнить, что когда мы высеваем сухие семена в почву, на начальных стадиях развития растений, они не употребляют удобрение, минеральное вещество из почвы. Они используют те накопленные вещества в семядоле, в других структурах семени, которые им дало материнское растение. И только после исчерпания ресурсов самих семян, проростки приступают к питанию веществами из почвы. Поэтому вот этого времени между появлением всходов и превращением мочевины в необходимые растения и вещества вполне достаточно для того, чтобы гармонизировать эти процессы и предоставить достаточное количество азота растениям, которые уже прошли фазу проростков и нуждаются в питательных элементах из почвы. Поэтому для того, чтобы многократно сэкономить на минеральных удобрениях, пожалуйста, вносите их в рядки при посеве семян. Ну а для того, чтобы избежать всех отрицательных моментов использования этого способа, пожалуйста, руководствуйтесь нашими рекомендациями. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам процветания, больших урожаев. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин